Обеспечить целевыми местами выпускников образовательных медучреждений, которые работали в красной зоне. Вопрос, который обсуждали сегодня на совещании по целевым местам под председательством Таймураза Тускаева. В соответствии с поручением главы республики Вячеслава Бетарова, приоритетное право получения места для поступления в ординатуру определено для тех выпускников медицинских вузов, которые в течение месяца работали в красной зоне. Причем соблюдали установленные нормативы рабочего времени. Всего на рассмотрение комиссии вынесли 108 заявлений. Очередное приоритетное право отдавалось тем выпускникам высших заведений, которые, кроме того, что отработали в коронавирусных зонах, кроме этого, они еще имели достаточно высокий балл, который накопили в течение всего периода обучения. Им, естественно, в приоритетном праве выделены места в рамках квоты целевого приема. Всем же остальным выпускникам медицинской академии, которые также работали в красных зонах, вынесено решение оплатить стоимость обучения и средств регионального бюджета. Буквально завтра на сайте Министерства образования появится в открытом доступе информация о распределении мест. Но самый главный принцип, который, конечно же, лежал в основе деятельности комиссии, это соотнести два таких момента, как успеваемость в течение всего периода обучения, но главное, конечно, это их отзывчивость и их способность работать вот в таких экстремальных условиях. С завтрашнего дня в республике заработают детские сады в рамках снятия отдельных ограничений, которые ввели на территории республики в связи с распространением коронавирусной инфекции. Начинают работать дошкольные образовательные учреждения в Моздокском и Дегорском районах с 22 июля во Владикавказе. Кроме 27, 34 и 74 детских садов, в которых продолжается ремонт. В Иравском районе откроются с 27 июля. В Лагирском с 22 июля заработают три детских сада, остальные с 1 августа. С начала следующего месяца посещать дошкольные образовательные учреждения смогут дети в Ордонском, Пригородном и Кировском районах. С 15 августа к ним присоединится Правобережный район, где до этого времени будут работать два дежурных детских сада. Во всех дошкольных образовательных учреждениях на входе должна осуществляться обязательная дистанционная термометрия всех воспитанников. Кроме этого, должна идти обработка соответствующими дезинфицирующими средствами помещений дошкольных образовательных учреждений. Должны обязательно осуществляться дезинфекционные мероприятия лампами кварцевания. И весь остальной комплекс мероприятий, которые обязательно необходимы для того, чтобы наши дети в безопасности находились в дошкольных учреждениях. Продолжение следует...